Вот уже скоро выходит хоррор про зайца и его плюшевых друзей. Видимо, стало модно сейчас делать ужастики про всяких игрушек-убийц, опираясь на наши детские фобии. Хотя, лично у меня боязни кукол или же каких-либо других игрушек не было. Какими бы они страшными или древними не были. А может, я родился таким долбанутым, что всякая хрень, которая кажется многим страшным, не представляется смешным. А что другим смешным, мне с этого хочется наложить в штаны. И отнюдь не от веселья. Наверное, каждый сейчас вспомнит старые прабабушкины игрушки. А может быть и прапрабабушкины. Те самые древние машинки, куклы, которые были в старом доме на чердаке или же в подполье. Ну а может быть в пыльной кладовке, которая не открывалась с 60-х годов. Возможно, даже и позапрошлого века, не то что прошлого. И здесь примерно та же ситуация. Скажешь, время не пощадило их. Так оно и есть. Всё со временем стареет. Но наша сегодняшняя игра точно не про это. Сама игруха представляет из себя пиксельную страшилку с лёгенькой анимацией, которая, к слову, сделана грамотно и к месту, и даже добавляет некой атмосферности, страха, жути. И, возможно, даёт алдам понастальгировать по тем самым игрулькам, в которые они когда-то играли на телефоне. Разумеется, на кнопочном. И Йохан и Баба, я же последний человек поколения, который пользовался кнопочным телефоном. Ооо, какой же я старый. Ну ладно. Нам же здесь тоже придётся вернуться в далёкие 50-е годы, когда трава была не зеленее, а чёрно-белой. Как, впрочем, и всё остальное. И здесь мы сталкиваемся с предысторией Мистера Хоупа, кстати, игра так и называется, Театр Мистера Хоупа. Печально известный кролик, который уже успел натворить делов, и мог их натворить на Пасху, но разработчики решили перенести игрульку на июнь. И скажу, что Moonbeet Studios сильно постарались, потому что демка уже хватает за яичишки. А мы переносимся с тобой в приют Black Landsmoner, куда неожиданно поступает посылка с пожертвованиями. В ней нам и доставляет того самого кролика, вместе с его плюшевыми друзьями, которые достаются здешним детям. Эстер, главной героине, которой и будет потом принадлежать кролик. Молли и Иесак. Тайна начинает распутываться вокруг этих трёх игрушек, когда Молли и Иесак пропадают. Блин, в этом явно замешаны эти три плюшевых засранца. И никак иначе, всё указывает на них. Здесь же тебе придётся бегать по тёмным коридорам, попутно знакомясь с твоими новыми плюшевыми друзьями, и избегая одного из них. Слышишь эту музыку? Значит тебе капсда. Также тебе придётся перепрыгивать и уклоняться от множества ловушек. Какие-то просто могут призвать лыбящегося зайца, вроде игрушечных машинок или уточки. А какие-то просто тебя убьют нахер. Не забывай, что по коридорам шастает надзирательница, которая практически является главой этого приюта. Но среди этих стен ты можешь встретить кое-кого пострашнее. Да, иногда вести себя тихо не очень получается. На этом приключение для твоей задницы не кончается. Будем мы здесь собирать и непонятные символы, похожие на те, которые были в уравнениях в учебнике по алгебре. Но алгебра это ещё не самое страшное, а страшное то, кто будет ждать тебя здесь. И ради этих существ мы здесь все и собрались. Теневой монстр. Большое тёмное существо, напоминающее чем-то птеродактиле. Причём может приобретать различные формы. Либо он паукообразное существо с головой птеродактиля, либо это здоровый динозавр. Является одним из главных кошмаров Эстер. Именно он преследует её в ночных снах. И он им расставляет различные ловушки. В виде тёмных рук, которые пытаются нас схватить или придавить. Точно его происхождение неизвестно в настоящее время. Возможно мы узнаем об этом, когда выйдет полная версия игры Театра Мистера Хоупа. Поэтому остаётся неясным, является ли эта сущность отдельной какой-то демонической игрушкой. Или же это сам Мистер Хоуп в своём настоящем облике. Как впрочем и остальные игрушки. Ведь их объединяет не только намерение навредить маленькой девочке. Как судя по всему и остальным репетишкам. Но и глаза. Заметь. Они у всех жёлтые. Хотя если бы действительно кролик, панда и тигр были одним и тем же монстром. Единым образом которых выступал именно этот теневой монстр. То это было бы довольно странно. Потому что Мистер Хоуп имеет свою демоническую форму. Как в принципе и остальные звери. Хотя кто знает на что эти демоны способны. Является ли он здесь главным или просто марионеткой других демонов. Того же Мистера Хоупа почему бы нет. Возможно монстр является всем тем, что вокруг нас происходит. Весь страшный мир, который нас окружает, является его вселенной. Ибо он там может быть кем угодно. Хоть несколькими существами одновременно. И возможно он является главным дьяволом этой игры. Вот мы наконец и добрались до нашего ушастого плюшевого засранца. Мистер Хоуп. Плюшевый кролик, который достался главной героине Эстер. Его имя дословно переводится как Пригун. Хотя с буквой С на конце он переводится как Мистер Похмелье. Ну или что-то вроде того. Но вряд ли маленькая девочка так назовёт свою игрушку. Хотя нынче у детей и не такая фантазия. Но тем не менее, Мистер Хоуп позиционируется как главный антагонист. Первое, что бросается в глаза, это жуткая улыбка. С выпуклыми зубами. Также его отличает красный бант и синие штанишки. У него светло-серый мех и, как я уже говорил ранее, жёлтые глаза. Как у того монстра. На первый взгляд, этот кролик из себя ничего не представляет. Ну, конечно же, кроме его улыбки. Именно она подчёркивает всю жуть. Это именно то, что нас пугает в старых вещах. Они по-прежнему улыбаются. Наверное, осознавая свою бессмертность. А если учитывать то, что кролик контролируется демоном, или же он сам является демоном, то лучше бы он был пластиковым и попался мне в киндер-сюрпризе. Так он хотя бы будет маленьким и незаметным. Но если даже сейчас он кажется для тебя маленьким, то ничего страшного. Он имеет такую способность, как изменение своей формы. Чем он, собственно, брезговать и не будет. Как игрушка, конечно, у него маленький и милый, но жуткий вид. А самая выдающаяся форма мистера Хоупа, это гуманоидная версия самого себя. Она представляет из себя кролика, который постоянно меняет своё лицо. Также он может принимать такие формы, как злая, улыбка становится более выразительнее. И в ней уже появляются клыки, кролик-паук, гигантская форма, тень и монстр. Когда плюшевый кролик просто становится большим. Что касается личности этого ушастого придурка, то он очень гневный, что, в принципе, заметно из его действий. В основном, конечно, молчит на протяжении всей игры, но это не значит, что он ничего не делает. Он следит за тобой. И даже в своей игрушечной форме он умеет передвигаться. Что приходилось не раз наблюдать маленькой девочке. Наш пушистик также имеет способность пробивать нафиг стены, имеет очень хороший слух, скорость, ну а также может управлять с нами. Мистер Стрипс, он же Мистер Полосатик. Маленький плюшевый тигренок. У него есть синий галстук, черные штанишки и один глаз в виде пуговки. Да, но при его монструозной внешности они оба становятся желтыми. Как монстр и его товарищи, Мистер Полосатый, может принимать другую свою форму. Хотя большую часть времени он сохраняет именно свою первичную внешность. Похож на своих сородичей именно тем, что имеет чудовищную ухмылку. Обладает большими когтистыми лапищами, на которые, судя по всему, он будет использовать против нас как оружие. Не повезло, конечно, тому мальчику, Исааку, который получил тигренка. Возможно, именно поэтому он и пропал. Поначалу, хоть он и будет иметь свою огромную форму, тигренок от нас прячется. Но это только пока, ведь он к нам приглядывается. И еще не раз себя проявит, как успешный охотник. Хотя я был бы не против в детстве иметь такого тигренка. Не такой уж он и жуткий. Маленький тигр-мыгр. А! Мисс Бо. Почти как По, только Бо. Маленькая, плюшевая и такая же улыбающаяся панда, как и ее братишки. Как и полагается панде, она имеет черно-белый мех, ну и помимо этого аксессуары в виде розового бантика и розового сердечка на груди. При своем игрушечном виде она имеет голубые глаза, но все мы знаем, что у нее желтые. Как монстр и ее друзья, она выглядит намного больше своего переначального вида. И оказывается, эта маленькая панда также знает кунг-фу и уже может использовать прием панда-колобок против нас. Ведь панда не ходит, они катятся. А еще панды много жрут, и я думаю, что это нужно как раз принять во внимание. Ведь именно эта плюшевая медведица будет с нами сотворять. Данное неуравновешенное животное принадлежит подруге Молли. С чем я и могу ее поздравить, эта девка кста первая, кто пропадет. Ее сожрала панда. Ждешь ли ты выхода второй части Мистер Хоупс Плейхаус? Напиши об этом в комментариях. Ну и какой монстр тебе понравился? А также не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князичева ВКонтакте тоже подписывайся. Ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока и сладких снов. Субтитры сделал DimaTorzok